Большое спасибо, что вы все сегодня пришли. Мы готовы начать нашу дискуссию. Сегодня с нами эксперты Алмаз Бемханч, Табаев Жанна Спунир, Анель Молдахметова, Денис Кин. И также с нами сегодня будет по видеосвязи наш архитектор Асиф Хан. Прежде чем мы начнем слушать Асифа, я бы хотела дать слово нашему акционеру, основателю Кайрату Святачу Парамбаеву. Спасибо, Жанна. Спасибо, Жанна. Спасибо, Жанна. Спасибо, Жанна. Спасибо, Жанна. 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 Большое спасибо. Я передаю автору реконструкции Асифу Хан. Сейчас он будет, я думаю, здесь. Несколько минут. Хорошо. Давайте, наверное, пока, может быть, представлю наших экспертов. Вы знаете, что Алмаз Бемханч знает очень много о истории строительства нашего города, знает, как создавались проекты, кем создавались проекты. И для нас очень важно мнение Алмаз Бемханч, потому что, наверное, это один из немногих людей, которые могут с полной экспертной, наверное, оценкой дать такое overview того процесса, который мы пережили за 6 лет, потому что это тоже очень большой промежуток времени. И, конечно, этот путь был для нас очень тернистым. Жанна тоже наш спутник с самого начала реконструкции, активист, архитектор. Всегда участвовала, поддерживала нас на всех общественных слушаниях, потому что мы, конечно же, всегда находились в диалоге. И создавали множество дискуссий, на которых обсуждали судьбу их главного фасада. Я думаю, что вы помните, у нас была другая версия фасада. После общественных слушаний мы как раз-таки совместно с рабочей группой Асифханом изменили это решение в текущее, которое имеется у нас сейчас. Анель тоже работала с нами с 2018 года. Также вместе с Алмасом Б. Михайловичем участвовала в подготовке путеводителя по архитектуре и мидронизму Алматы. У нее самой есть известный проект, который называется «Аркод». И, по сути, такое тоже активизм и большая-большая работа, которая ведется как раз-таки, наверное, по повышению вот этой осознанной практики работы с пространствами. И для нас тоже очень большая радость видеть Анель с нами. И также Денис Кин. Я думаю, что многие из вас знают его проектом «Уокин Алматы». Денис очень любит архитектуру, очень любит Алматы. С большой любовью рассказывает о разных архитектурных периодах этого города, о зданиях, которые здесь построены, о художественных работах, которые живут в этом городе. Вот в этом году мы запустили совместный проект «Уокин Алматы Целина». Это серия экскурсий, которые, включая Целиной, наконец-то ставят на карту снова Кабанбай Батыра и рассказывают горожанам о том, какие объекты современного искусства находятся непосредственно на этой улице. Тоже для нас очень большая радость быть вместе и обсуждать сохранение с графита и его будущее. Подскажите мне, пожалуйста, коллеги, что у нас там с Асифом? Да, также я хотела бы сказать, что для тех, кто не говорит на английском, у нас имеется синхронный перевод, поэтому если вам понадобится, есть синхронный перевод на казахский и русский язык. Если вам нужны наушники, вы сможете подойти к столу справа и сейчас их на себя одеть. Асиф подключится к нам через одну минуту. Вот. И если нужно, возьмите, пожалуйста. Я не знаю, это очень большая. Значит, вы можете представить всех на площади? Или вы хотите, пожалуйста, начать мне декоративную презентацию? Да, мы уже представили всех. Мы здесь есть Алмаз Портобаев, Жанна Спунер, Анель Молдохметова и Денис Кин вместе с нами, и все красивые люди интересны в граффити. Спасибо. Это огромное удовольствие быть здесь с вами сегодня, чтобы присоединиться на дискуссию, и спасибо за меня в том, что я не могу быть здесь в персонале. Я буду быть здесь в три недели, поэтому я увидел вас тогда. Что я хочу сделать, чтобы я вам помню, немного о том, что мы сделали, и о том, что мы делаем, и о том, что мы делаем. Я также объясню немного о том, что в граффити есть в граффити. Но я хочу сказать, что это фото из двух лет назад, когда он открылся, и садокин с граффити было обнаружено. И вы можете видеть, что из-за мезонин, который был поставлен в place в 2000-х, это граффити было сильно уничтожено. И эти стилы, колонны и бамы, которые были, я думаю, довольно-таки обратно. И также вы можете видеть, если вы посмотрите через мезонин, вы можете видеть, что эти стилы для техники были кромочены, которые были в этом, на некотором из этих пирогах. work and today this is how it looks so what we've managed to do is to keep the panels intact to their full extent that were left over following the damage in the 2000s and between them insert have we lost my video yes we did okay not sure okay i think now you've got it back um this is this is the this is the interior of the foyer area as it is now where we've managed to conserve the panels entirely and you can see that the damaged areas of course are not replaced but they have been filled with concrete and that wall hasn't been made seismically compatible with today's standards because when we discovered it it wouldn't have met and it was in very wouldn't have met today's seismic standards so it was actually quite a dangerous wall so we've upgraded it in this state but the conversation really is about how should that um how should that mural be treated uh in its new capacity as um as a sort of signature of this um of the cinema of the past the 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 cellini or should it be treated differently as a as a protagonist in the cellini of the future which is an arts institute and not a cinema so this has been the this has been the discussion really um in its new life uh should it be something different so that the first thing i want to point out about um about the uh the mural is its current paint scheme it's from the 2000s it has nothing to do with the original paint scheme that it had uh uh in the 60s it used far more terracotta and red tones and the outlines were in white and not in black so it appeared something uh very different now you may have already shown that on screen um so uh what we're looking at is is actually already a modern reinterpretation of sudokin's original work so we ask ourselves the question um should we go back to the to the original uh with the white outlines and how would that affect the feeling in the space would that be the right thing to have in this future facing arts institute or would it make it retrograde and regressive or should we preserve and conserve the the 2000s with this sort of quite uh i think naive paint scheme uh or we should or should we do something different uh and make our own um statement about uh about the place of this in the history of kazakh art and uh and leave space for current artists so just to explain i hope you can see this on screen this is a plan of the building and i want to just give you a an understanding of uh what we have done in terms of of conservation um the the selini building is actually comprised of two buildings and the red line is the location of the sudokin mural which is also the seismic separation between the front building which includes a foyer and the wings either side and the back building which is the auditorium um it turned out through the research uh with kaznisa institute that the front building uh and the back building were both seismically unstable the front building was so unstable that it had to be completely rebuilt the auditorium building at the back we were able to save we made some new openings and entrances into it to improve its functionality as an arts institute uh and then we strengthened all of the walls and and replaced the roof and this allows the allowed the auditorium building to be completely saved and sudokin is the in a way the dividing line between the front building and the back building we also managed to because we were rebuilding the front building improve the dimensions of the foyer and um this was very important the original concept that i had uh make the entire building um accessible to disabled people so the ground floor of the of the of the uh of the whole of selini uh that's the foyer the bar the auditorium is all at one level and this is also quite revolutionary for the for the building and quite a big change uh and then finally to the right hand side you'll also see at the front of the foyer we've put a line of glass which is um a glass which they could have dreamed off in the 1960s uh providing an extraordinary panorama but in front of the glass we've put a line of curving um vertical fins which are which are painted white and these act as a kind of screen uh borrowing from the history of 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 screening facades that we see all over Almaty but also providing a sort of veil or cloud uh through which to walk and emerge and emerge and enter into this new world this new selini a kind of new canvas for for future kazakh artists so just going back to this the question of how to deal with sudokin at the top we see the current condition within the 2000s painting scheme with black outlines um in the center there's an idea of uh slightly muting uh the color to make it a little bit more gray so we don't have the um so it's not as we say in english in your face it's not it's a little bit quieter and at the bottom is a combination of using the white outlines from the 1950s uh but combining them uh with a gray uh infill my personal preference um is the scheme at the bottom the reason for this is that i believe it allows much more flexibility in the foyer to use it as a space for for other artworks to be displayed uh alongside the sudokin but the sudokin is background rather than foreground so sudokin is a a voice from the past uh and will be there always in the building for eternity but he's not the main protagonist of this arts institute and of kazakh art today the approach at the bottom allows other voices to be present projections to happen other work to be mounted in front temporarily and for the room to feel like it is not sudokin's room but a room for all for all artists so these are some 3d images of that of that space uh we see the sudokin on the left we see the glass screen on the right and the the vertical uh metal screen beyond that and as you notice the room is completely column free which means that large-scale artworks you know we put here louise bourgeois uh famous uh famous uh spider work inside the space you could have works like this uh you could have large-scale sculpture shown here uh quite easily um but the work because we are using a muted palette for sudokin it allows a work like louise bourgeois to not be only in conversation with sudokin uh sudokin is background and the re the 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 artist is the main protagonist the contemporary artist um and this is a little study of different approaches to to infilling on those concrete areas so and we ask ourselves a question should we infill with uh with white so that is a like a ghost should we infill with uh gray um so that is uh you know really an attempt to restore or on the left should we not infill at all like keep those scars of the past uh present my personal opinion is um there are enough scars uh in in our history uh and we don't need to see more scars and more pain in front of us uh every day because it becomes the only thing we think about and it prevents us from from moving forward uh and 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 uh um being creative i think it stunts our imagination so i'm more interested personally and artistically in the two options to the right either to create a kind of ghostly presence or to just infill uh fully uh and of course you can have an interpretation panel uh next to the sudokin which will say here is the history here are the changes here is why uh um why we chose to do this you can even say that on um on today's date you know wednesday the 12th of june we met together as a group and we in public debated and discussed this and the the answer to this question was one of these options um of course on the on the right there you can see a little bit uh even more um reduction of the scarring which i think is 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 highly preferable um you still know that uh damage was made but the damage isn't the isn't the thing that is our uh the first thing in our minds we're able to appreciate the entire um vista the entire tableau as one thing and we don't see it as a composite of scars and 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 pain we see it as as a single scraffito so i think the one on the right is is probably my preference um and that's a that's a little bit of a um an image showing that you'll notice that the ground is uh is um this sort of earthy color that's something we're exploring at the moment uh this is an idea of trying to um bring the color from the ground uh conceptually and i really like the coloration of the floor at the um uh green bazaar uh in in almaty where you know they have the reddish terracotta tones from the ground and i think we're interested in doing something similar and perhaps making this place really iconic um as a uh as a piece of architecture here's another image where we've tried to remove the uh the vertical and horizontal scars and the uh the sudokin uh so graffito is infilled but we can still see that you know history has happened here we can still see that changes have happened uh and clearly it's not uh the 2000s or um the 1960s it's something else that um that um that belongs um clearly belongs to us okay uh thank you very much i hope i've given you a um a sense of uh of what what i'd like to try and achieve um and and i just like to assert again um um for me it's very important that the the selini uh institute is able to be um a platform for the kazakh artists of today and tomorrow uh and i i i think although we have a responsibility to honor um uh the artists of the past like sudokin we shouldn't do it we shouldn't do so at the uh in any way that would distract from or de-platform the pro the artists of the present at the same time we want to create an uplifting atmosphere in the foyer we want to create uh a positive uh energy uh um of of uh illumination uh both creatively and and physically and that is why i would advocate for this uh uh more uplifting tonality of the of sudokin uh and that's also why i would advocate for um not showing the scars and celebrating the scars but rather celebrating how time has moved on and we're part of a new era um and we're part of a new let's say there's an opportunity for new dreams to emerge with the new selini uh thank you very much uh i think i i wanted to keep this quite a short presentation um i'm gonna go off screen but i i'm very glad to have a to show images again if it's useful to facilitate the discussion asif thank you so much one more of this yeah and i'll have to ask you for some reason for all of this and i want to ask you to say that our projects are for our projects a very important moment to understand that in any case asif we are propagandists of this space our objective is to go forward to То есть мы идём в будущее, мы сделали проект реконструкции с Асифом, и Асиф, на наш взгляд, предаст этому зданию, предаёт этому зданию то самое новое, чего мы ожидали, и, по сути, наверное, формулирует такую нашу основную устремлённость, концептуальную и теперь пространственную в будущее, в то, что мы понимаем, что наше будущее основано на нашем прошлом, мы уважаем наше прошлое, но также мне бы хотелось, наверное, сказать о том, что мы не находимся в машине времени, то есть мы не собираемся отматывать плёнку и возвращать нас в какой-то другой промежуток времени и того государства, и политического режима, который был прежде. Скорее, здесь мы говорим о тех методах, о том, как работать вообще в целом с историческим наследием, как работать с архитектурной тканью, и, конечно, вы знаете, что вопрос в целом реконструкции объектов модернизма – это очень большой вопрос не только в нашей стране, это в мире очень большой вопрос, то есть он касается не только нас. Поэтому, по сути, мы с вами сейчас участвуем в таком практическом процессе, наверное, сознания и, может быть, как раз-таки тех самых перемен, когда мы являемся частью этих перемен, но они ещё, может быть, не совсем заметны и видны. Поэтому я бы хотела сейчас дать возможность нашим экспертам высказаться о том, что мы сегодня услышали, и тогда перейдём к более, может быть, жаркому обмену мнениями с вами в том числе. Спасибо. Алмаз Боя Михайлович, может быть, вы хотите первым сказать? Ладно. Несколько слов о том, как Евгений Матвеевич Сидоркин, художник, замечательный художник-график, которого я люблю, именно как художника-графика, полез на стенку, как говорили у нас в 60-е годы, когда расценки на моментальные работы были многократно выше, чем иллюстрация для книг, политинформации и прочее. Первая работа Евгения Матвеевича была «Тимпан казахского театра драмы». Ныне это наш казахский тюз. Знаете, да? Вот на улице, где-то вот, ну, ниже центра, да? И там, в этом «Тимпане», в общем-то, монументальное искусство было более-менее ярко выражено, потому что там ни с граффито, ни роспись, там была своеобразная и очень любопытная мозаика из цветных гранитов, из камней и так далее. И вообще был это неплохой, как говорится, эксперимент. Руководил этим экспериментом наш дед, как мы называли своего любимого главного архитектора Казгора Николая Ивановича Репинского, который был и замечательный художник, и просто блестящий архитектор, вообще воспитатель всех нас. И поскольку в коллективе по привязке типового проекта, по-моему, Ашхабанского театра, присутствовал Володя Катцев, который дружил с Евгением Матвеевичем, он его, в общем-то, и пригласил. Собственно, что, в общем-то, и получилось неплохо. Впоследствии уже следующие объекты, тот же Целинный, потом у нас был еще театр, спортзал имени Волван Шалака, это уже была, опять-таки, по инициативе Володи Катцева, это уже была совершенно другая история. И поэтому, вот выслушав внимательно автора, как он отнесся вот к этим, как он говорил, шрамам истории, и как он очень деликатно и очень мягко и очень действительно умно сказал, что не надо вытаскивать эти шрамы раз, потом не надо, не объясняя, как я, допустим, жестковато говорю, что замечательный художник-график, но никакой, но монументалист, и не надо, может быть, в это фойе вытаскивать Сидоркина. То есть нужно оставить место для художников Казахстана. Даже не только тех, которые придут после нас и рядом с нами будут, но даже тех, которые и были, и во времена Сидоркина. Поэтому вот это отношение мне очень и очень нравится. Я бы, я уже вот с нашими коллегами делился несколько экстравагантными такими взглядами, я бы поиграл еще более крут с этой вещью. Ну, немножко мы опоздали строительными делами. Я бы что сделал? От этой стены, на которой была якобы вот эта вот монументальная вещь, ну, с графита, да, на расстоянии полутора-двух, может быть, трех метров максимум, сделал бы еще одну стенку со сложными лестницами и ходами, куда люди бы заходили и как в гробницах фармонов разглядывали вот эти вот и шрамы, и вот эти вот штуки и так далее. А вот на стенке, которая бы сделала вот этот лабирант, уже снаружи, со стороны города, на чистые уже стенки, без всяких следов графита, на ней бы я уже играл и цветом, и формами, то есть проектируя на эту стенку самые разные вещи, используя очень интересные элементы, которые все-таки в этой монументальной, ну, не совсем монументальные, но в этой работе Сидорькиной есть. И наиболее интересные, я считаю, все-таки не эти всадники. Левая сторона, если вы посмотрели внимательно, вот в старых фотографиях видно вообще завалено, там провал полный, и во всех смыслах, и пропорции, и прорисовки, и так далее. А вот использование вот этих вот элементов орнамента и этих линий, и вот этими вещами его поиграл. И имея в виду все-таки, мне очень не нравится слово, мне не нравилось слово «целеноград», что его назвали так, мне не нравилось название «целинный». И вот этими орнаментами и другими нормальными элементами мы бы начинали по-настоящему работать с колонизацией. То есть продолжать идею деколонизации. Ну, я рассказал о двух наиболее таких радикальных приемах. Первый – это устроить катакомбы рядом с ними, да? Там тоже надо поработать. И мне тоже очень нравится, как автор вот этой общей реконструкции говорил, везде надо сгладить вот этот жуткий, черный, действительно очень неприятный тон всей вот этой работы и так далее. И то, что надо оставить пространство и территории для, так сказать, будущих времен и для других художников. Ну, и второй – это вот игры. Игры, как, как я сказал, игры разума. Вот при помощи всевозможных вот этих вот цветовых и формальных приемов, которые надо вот из этой области на эту плоскость по какой-нибудь очень интересной программе устроить. Ну, вот я специально рассказал о двух приемах, которые я предлагаю, и довольно резко сказал, что Сидоркин замечательно, еще раз говорю, художник-график, который мне очень нравится, как художник-график. Все. Особенно мне нравятся его вот «Конные казахские игры». Совершенно потрясающая серия. Если бы он использовал ее вот здесь, в этом, то было бы гораздо лучше. А здесь «Кони» и «Кони» плохие, и «Судники» от Валентинга. В общем, я извиняюсь за то, что грубовато выразился по поводу Исидоркина и по поводу, так сказать, отношения к его работе, но просто так бла-бла-бла, я думаю, нам не нужно. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. Я не буду… Спасибо Асифу за презентацию. Действительно, очень интересно наблюдать за проектом с 2018 года. Если кто-то из присутствующих был, в 2018 году было большое общественное мероприятие перед закрытием кинотеатра на реконструкцию, которое называлось «Открытые архивы». Была выставка и серия общественных мероприятий, где можно было увидеть все пласты истории Целинова до того, как он закрылся на реконструкции. Вообще хотелось бы отдельно отметить, что вообще сам факт того, что сейчас происходит общественное обсуждение реконструкции бывшего кинотеатра, который сейчас будет превращаться в центр современного искусства, это уже историческое событие. Но без сложной скромности скажу, что это действительно важный прецедент. Я просто как человек, я больше работаю не только с архитектурным наследием, я прежде всего работаю именно с общественностью и сообществами. И для меня, как для человека, который очень долго этим занимается, очень важно, что здесь происходит очень важный сдвиг того, что мы вообще в принципе это обсуждаем, что у этого объекта есть частный собственник, который пошел на то, чтобы провести экскурсию для общественности, где, чтобы это все обсудить, я бы хотела отдельно отметить, что это уже серьезный сдвиг того, что это такой хороший пример того, как вообще должны проходить общественные обсуждения. Это, наверное, моя личная боль, потому что я состою в группе по мониторингу памятников наследия при общественном совете. Мы регулярно объезжаем объекты в мониторинг-группе, и там все очень плачевно. То есть в городе есть очень много стоящих зданий на госбалансе, и не на госбалансе, которые в плачевном состоянии находятся. Я просто очень радуюсь за то, что я просто, во-первых, видела проект, и это вот первый момент, который я хотела бы отметить. Второй момент после презентации концепции, вообще того, как будет реставрироваться с графита Сидоркина, уважаемого художника. Очень интересно, мне кажется, отметить ту мысль, что Асиф отметил, что это не только про прошлое, а что мы должны это прошлое как-то переосмыслять. Мне очень нравится эта идея, хотя очень долго работаю с сохранением наследиями на 20 века, но в том же время чисто с профессиональной точки зрения я понимаю, что бесконечно мы не можем тоже фокусироваться только на прошлом. И мне очень нравится вот в этом проекте именно это переосмысление прошлого, когда очень идёт бережная реставрация того, что есть, как бы отдавая должное наследию художника Сидоркина, о котором много уже проговорили сегодня коллеги. Но в то же время, что здесь идёт такой момент про место для новых голосов. Мне очень нравится эта концепция, честно говоря, лично, потому что это как раз-таки отдавая дань и уважение о прошлом, и в то же время мы даём место новым свежим голосам. Мне кажется, это очень сильная такая мысль, которая может лечь в основу будущего Центра современного искусства. Мне кажется, с этого очень хорошо в целом начинать проект. Вот я хотела бы это отметить, не пускаясь в долгие рассуждения насчёт ценности с графита, потому что это по умолчанию, да, уже коллеги про это прокомментируют. Мы ценность даже не ставим под сомнение. Ну, в целом, вопрос работы с наследием 20 века – это большой вопрос. Также являюсь членом Айкомоса, это Международная организация по сохранению наследия. Вот и хочу сказать, что с наследием 20 века очень мало хороших проектов. И, в принципе, очень мало проектов, которые, в принципе, обсуждаются вот так вот широко. Поэтому очень здорово видеть сегодня так много людей. Большое спасибо за то, что пригласили и дали мне высказаться, потому что каждые вот такие вот примеры прецедентов обсуждения реконструкции наследия – это здорово, это уже очень хороший прогресс в плане именно работы с архитектурным наследием 20 века. И очень здорово вот с 2018 года наблюдать, как меняется повестка, что если, допустим, до этого, до 2018 года нам, допустим, в рамках Аркота Алматы приходилось говорить, что нужно обращать внимание на ценность наследия 20 века, сейчас это уже идет по умолчанию. Появляется очень много проектов и инициатив, которые говорят про ценность модернизма, про ценность с графитом элементального искусства. Очень здорово, что все это так развивается. Поэтому хотел просто поблагодарить вообще команду и сказать, что на самом деле вы делаете большую работу. И это здорово, что это станет действительно классным общественным местом, которых нам так в городе не хватает. И чем больше их будет, тем лучше, во-первых, и чем больше будет таких обсуждений. Да. Дальше, если это будет хорошим тоном, это будет очень здорово. Если крупные бизнесмены будут уже хотеть делать такие проекты, это будет вообще огромный прогресс. То есть вот, хотела просто прокомментировать именно по своей специфике. Спасибо. Спасибо большое. Я бы хотела дать слово Деннису. Здравствуйте. Всем сначала просто хотел простить прощение, то, что я буду бесплатно английском, чтобы просто полностью выразить свое мнение. Я skeptical, да? Я征じ вас об этом, и я вам покажу, и я продолжаю свою mechan꾸LR głos. Кто-то займёт. Я хочу ise world of heritage preservation here in Kazakhstan, and I know immediately made an excellent point, which is the very fact that this is happening today and that Tsadini has set the precedent of organizing this kind of transparent meeting I think is great to see, because I've been here for already 11 years in Almaty and I remember when Anno and I first met and we were first involved in architectural preservation and urbanism, it was everything was closed doors, it was protests on the streets and now here bringing the community in to have this conversation and to have this open discussion is beautiful, so thank you so much, Jama, and the Tsadini team for just even bringing us all together I think maybe the most way I can be useful today is maybe to provide some context for this grochito about its historical importance because I've been studying Soviet monumental art in Almaty for eight years now I started a project called Monumental Almaty where we've documented more than 100 works of monumental art from that period including all the works of Yevgeny Sidorkin we've traveled around Kazakhstan and found more than 600 works of art from that period and I first want to emphasize just how important Sidorkin's work is and how important it is as a Sgraffito from that period so first about Sgraffito when I tell I work in tourism I guide tours for mostly western guests to the city and when I tell people about Sgraffito I usually get a blank face because this word in English is not a commonly used word and so I want to emphasize just the very fact that this technique this medium is unique to the Soviet socialist context Sgraffito of course has a very ancient history but nobody made more Sgraffitos in the history of the world than artists and architects in the Soviet Union so that's important to understand Sidorkin is important because not only was he one of the pioneers of modernist monumental art in Kazakhstan his mosaic for example was one of the earliest it's the oldest surviving that we have in Almaty but he was truly one of the finest I think it's remarkable that the skills of a graphic artist could actually be translated so well to the works of a monumental art because a graphic artist has to ultimately be very skilled with lines with creating an intelligible image and even the graphic artists on the scale of a book here we have an entirely different scale it's immediately legible you walk into the room and you can immediately understand what the story is what the values are that are being taught here and you see this with all of Sidorkin's work but finally what I'll say about Sidorkin is that one of the main goals I think of monumental art of that period was to take an architectural style socialist modernism that was very often minimalist very laconic very solid and breathe some life into it they had declared a kind of battle against ornamentation at the time so instead of having the conflict patterns of Stalinism you had to have some kind of visual ornament and Sidorkin's work because of its vibrancy because of its movement it immediately brings life into this room right we can all sit here at this construction site and it feels much more alive that you have this so that's just to emphasize how important this graffito is and I remember there was a year or two when we in Almaty we kept having these discoveries and I remember Svetlomashkin and I were talking about it and we called it Soviet archaeology like we kept uncovering these works of art but it showed that we were entering a new time where if there was this period from the 60s to the 80s when there was very rapid construction of these works 90s and 2000s was this period of forgetting of very rapid transformation in Kazakhstan now we've entered a new era where perhaps we can reflect on that initial period that Soviet period and have a more nuanced maybe mature understanding of that so I'll have to tell you when I first saw this uncovering my first thought was well fantastic we're finally going to be able to fully restore this mosaic and bring it back to its glory and then in my discussions with Jum I realized how foolish that is is that the project here is not at all to bring back Selimi as it was it certainly is not to bring back the Soviet Union or that era at all it's to have some kind of open discussion about that right it's to it's to to pay some kind of credit to the to the artists and the architects who built our environment while also understanding as Asif was saying is that we can't fully give them the platform the platform has to be shared with 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 today's artists and with the artists of the future I like the chuckles over here there should be a discussion panel so I'm looking forward to hearing the discussion points from my fellow panel members and so yeah so that's what I conclude is that so far I've been inspired to see the nuanced approach of how these how these murals are going to come together that it's not going to be a full restoration in any sense at all but it's going to be a new interpretation of what was once here thank you so much Dennis yeah I think we have we have Жанна left with your comments Жанна ждем ваш комментарий всем добрый день извините Асиф все-таки не говорил о том чтобы это пространство надо делить с Сидоркиным он говорил что это должно быть офья пространство это серьезное замечание вы по-моему здесь что-то не совсем уловили идеи Асифа ну да может быть это была сложность перевода мне кажется смысловое значение перевода да 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 я думаю что да он повторял эту глупость хочу показать тоже в свою очередь что во-первых мы действительно сейчас здесь собрались наверное это один из первых прецедентов когда горожане обсуждают вместе как и поступать с тем или иным объектом и большое-большое спасибо целинному который такой прецедент создает вот и я думаю что мы должны делать так со всеми объектами в принципе и это такое хорошее начало которое нужно поддержать и продолжать вот потому что ну во-первых мы видели здесь были на первом обследовании и видели здесь нарушения которые были при первой реконструкции так та реконструкция можно сказать вообще почти уничтожила здание и конечно сейчас уже такие реконструкции слава богу не допускаются вот и большое спасибо архитектору который так аккуратно подошел к вниманию этого здания для меня очень это два кинотеатра Арман и вот Селины это такие сильные детские впечатления я считаю что я благодаря им вообще стала архитектором и вот здесь я просто хочу мы сейчас сидим и смотрим на улицу Кабанбай-Батыра и это вот сейчас закрыто экраном забором но я представляю как будет возвращена эта идея когда как бы огромная комната помещения работает с улицей на город это то что было сделано изначально архитекторами и днем когда вы сюда ехали у вас было или шли пешком стекла огромные стекла служили зеркалом да и в нем отражалось пространство но вечерний свет максимально менял ощущения да и здание начало затягивать внутрь потому что появлялось вот это вот ощущение пространства и оно настолько настолько привлекало сюда людей это был самый популярный кинотеатр да он был широкоформатный да здесь были но именно вот талант архитектора завлекать людей внутрь потому что у нас же все пытаются выдвинуться никто не понимает как работать затягивать людей и вот эта огромная комната с большим панно да и люди которые здесь находились и тот свет который отсюда исходил всем просто проходящий мимо захотелось сюда попасть оказалось что здесь люди социальные животные люди идут на людей вот и поэтому сейчас то что вопрос такой я бы хотела с разрешения Джамили я думаю что здесь уже много людей которые хотят что-то спросить и сказать вот если позволите я свою концовку скажу ну в смысле хочу я хочу сказать у меня есть одна идея что если восстанавливать здесь панно утерянные части может быть их восстанавливать из других материалов вот не вот про что поиграться то есть возможно может быть и так вот и по поводу цвета это тоже очень важный момент Асиф говорит про вот несколько вариантов вообще идея я думаю что никто я просто спрошу сразу людей было два цвета белый и черный ну темно-серый это оригинальные цвета вообще идеи из графита греческие это пришло к нам из Греции как все знают вот и были вот эти коричневые темные цвета это ну то есть тоже был как один из вариантов ну лично я вижу как вот оригинальные белосерые варианты вот но может быть у кого-то есть сейчас кто-то хочет сказать свое мнение по поводу цветов здесь есть микрофон можно просто если вы хотите можем просто давайте спросим большинство вот я знаю Дэвид хочет сказать спасибо так работает добрый день Давид Каминский архитектор собственно я хочу продолжить мысли Жанны мы даже немножко обсуждали то есть я все-таки держусь мнение что с графита надо восстановить то есть это все-таки работа и она должна быть закончена восстановлена но у нас есть нескольких факторов ну во-первых у нас есть наслоение нулевых это по-своему тоже история и как говорил Александр Иванович Каржемпо Даня живет своей жизнью надо как бы уважать то как оно жило по-своему второй момент что даже если мы будем ее восстанавливать то господи не помню то ли венецианской хартии то ли в другом документе говорится о том что новое должно быть отключимо от старого и кроме того у нас еще есть фактор оригинального цвета который вот здесь справа у окошка видно да оно коричневое вот о чем Жанна сейчас говорила соответственно я бы видел вариант восстановления это как то есть мы восстанавливаем рисунок как было но мы это мы оставляем то что нам наделали в нулевых его серенький максимум уберем разводы уберем грязь уберем гвоздики приведем в порядок а заполнение мы сделаем оригинальным коричневым цветом да то есть вот эти вот швы которые у нас нарушены мы их восстановим оригинальным коричневым цветом соответственно мы оставляем как бы историю нулевых мы ее по-своему уважаем мы возвращаем облик оригинальной первоначальную композицию мы четко видим где что было где у нас новое где у нас старое и мы как бы вернули оригинальный цвет на место то есть моя идея примерно такая спасибо спасибо Вы знаете, мы разговаривали с сыном, и вы знаете еще про Катцево спортивный дворец спорта, там же было тоже черное светлое с граффитом. Вопрос в том, что они почему-то в тот момент сделать так не могли, и он сам не был доволен этим цветом. В оригинале с граффита вообще не делается в коричневых цветах, хотя есть многоцветия, и оно вообще с граффита довольно тяжелая работа, потому что нужно прямо по свежей штукатурке условно, надо говоря, процарапывать, соскребать и делать это. И поэтому это не просто все монументальные работы сложные, но это работа особой сложности. И что-то было с технологией, и почему-то ему не дали сделать так, как он хотел. Ну, это была одна из версий. Вообще, мне нравится ваша идея, что соединять что-то новое, старое. Но вот, возможно, может быть, не нужно как раз цвета давать, потому что это творческое пространство, и каждый лишний цвет, он утяжеляет. То есть, мы с вами, как архитекторы, понимаем, да, лишние цвета, они немножко сложно играют, работают. А вот, а если вдруг делать, может быть, прямо в этом же цвете, но делать доставки другого материала, прорисовывать как вариант в порядке тоже идеи. Есть еще у кого-то очень сложная работа? И, кстати, еще один момент, знаете, мы сейчас вот разговаривали, я вообще не знаю, есть ли в Алматы специалисты такого уровня, кто мог бы сделать с графита вообще ни одного просто в принципе. Поэтому, может быть, и не из этого материала, вот я и предлагаю. Может быть, кто-то еще хочет высказаться? Да, спасибо. Добрый день всем. Я, наверное, просто как горожанка могу свое мнение сказать, потому что я нисколько не специалист в этой области, но послушав уважаемого архитектора и увидев его работы, его предложения, я когда шла сюда, я была 100% уверена вот серо-черный вариант. Мне он ну, как-то, наверное, ну, не знаю, мне был по душе он. Но когда я увидела сейчас его работу, и я уже себе сидела и визуально это представила, как это, и мне очень понравилось. Только он сказал цвет земли, а у него как-то там цвет терракотовый получился. Это пол, пол. Да, да, пол терракотовый. Может, он к оригиналу, наверное, хотел приблизить, но в общем супер все. Мне очень понравилось, очень прям. Я за этот вариант, просто как горожанка. Всех приветствую, меня зовут Рус Бекетов, я Лафред Артофьо. В первую очередь, я бы хотел сказать действительно, как хорошо, что сегодня мы собрались, и есть такие общественные обсуждения, слушания, и хочется, чтобы они проходили на всех важных этапах развития нашего современного искусства, в особенности в вопросах участия в биеннале нашего павильона. Вот. А касаемо графита, вы знаете, мое мнение, что ничего восстанавливать не нужно, потому что все-таки искусство, оно проходит какой-то этап, какое-то время, и есть естественный износ, и мне кажется, тем оно и ценнее. Сейчас, допустим, вот его нашли в таком состоянии, законсервировали, и это самая отличная идея, которая могла только прийти. Если вы хотите восстанавливать, то, мне кажется, уже разрушите здесь все и создайте что-то новое. В этом нет никакого смысла по мне. Спасибо Целиному. Здравствуйте. Я бы хотела сказать о цвете. Коричневый цвет очень много на себя берет, и очень трудно будет в дальнейшем использовать это пространство как выставочное, потому что коричневый цвет забьет все остальное. Бледно-серый вариант, который предлагал автор, по-моему, идеальный. Да, может быть, чуть-чуть восстановить какие-то детали с граффита, но сделать ее почти нейтральной. Только тогда выставочное пространство будет выставочным. Спасибо. 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 Продолжение следует... И подвергается сомнениям самым разумом. Поэтому нейтральная, спокойная манера отношения к нему. Особенно тогда, если учитывать советы венецианской хартии, если ты не знаешь, как это было в самом деле, то ради Бога ничего сильного не делай. Делай что-нибудь спокойное и ровное и нейтральное. Светлана, вы бы хотели высказаться? Да? Спасибо. В этом смысле автор просто блестяще с работой. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Ромашкина. Я журналист. Мы много писали и об этом, и о других работах, которые находят в городе. Мне нравится вариант остатки. Сел микрофон, да? Нет, не сел. Потому что это история, это то, что мы пережили, и вот реконструкция начала нулевых, она здесь видна. И мне кажется единственное, что вот эти неровности могут вызывать какие-то вопросы, что вот это второе панно, оно немного повреждено сильнее, и возможно где-то может быть стоит выровнять, но это просто мой такой взгляд дилетанта. Насчет цвета, я не знаю, действительно, нам, наверное, нужно подумать и поискать изначально, что было действительно. Я не знаю, может быть, Алмаз Баймухадович помнит, что было, как изначально, это было все-таки черно-белое или коричневое? Потому что есть фотографии, где оно в коричневом есть фотографии, где в черно-белом, то есть тоже старое. Да, право, Светлана. Да. Вот, ну и насчет того, действительно ли мы сможем вот этот вопрос, можно ли это восстановить в том виде, в котором было, и мне кажется, можно сделать просто инсталляцию какую-то и показать, в общем, как она выглядела, вот эти фотографии старые, которые сзади, можно показать изначально полный рисунок и увидеть его. Вот, мне еще понравилось, что ушла сбоку та копия, которая была сделана в 2001 году или в 2000, которая выглядела не очень хорошо, то есть вот если специалистам не очень нравится вот это, то та была просто бледное подобие то есть оригинала, и она меня как бы немного раздражала, потому что я помнила с детства вот это вот все, но не помню цвет. Вот. Отлично, спасибо большое. Я бы я бы хотела сказать и добавить, что мы приняли решение, вот как раз таки то, что мы сейчас начали делать с Деннисом, мы планируем, что с Целином у нас будет целая программа, которая будет, программа экскурсий, которая будет посвящена истории здания, и по сути, как бы наши гиды, экскурсоводы, медиаторы с удовольствием расскажут каждому посетителю об истории этого здания, собственно, о всех предыдущих реконструкциях, о том, что было сделано, как было предпринято. У нас есть очень большой момент с тем, что мы с 2018 документируем всю стройку, то есть мы снимаем с дрона, мы снимаем на камеру 360, таймлапс, по сути, у нас есть очень большая дата, которая поможет очень большому количеству людей познакомиться с этим процессом, который как бы происходил на периоде нашей реконструкции, который мы сейчас завершаем, но как бы для нас очень важно, что вот если мы говорим об интерпретации и об историческом аспекте, то мы думаем, что мы сможем с образовательной такой инициативой медиаторской оставить текущую экскурсию непосредственно об истории здания в рамках основной программы экскурсии, просто добавить к вашему предложению, чтобы показать о том, как это было. Игорь Негода, это было бы потому что это будет что-то, что люди спрашивают о том. Если есть эта мюраль, то это может быть скрипно. Что эта мюраль, то есть эта мюраль? Таким образом, мы можем подумать о историческом аспекте. Да, я точно согласен. Спасибо большое. Да, мы думаем об этом, мы думаем, как адресовать этот момент всего процесса. И, по сути, учитывая то, что мы ведем довольно прозрачную дискуссию о процессе реконструкции, регулярно приглашаем на нашу стройку представителей нашего района, активистов, всех интересующихся, то, по сути, конечно, эта история открытая, и она нами не дописывается. Скорее всего, это, наверное, предложение продолжить это размышление, сообща вместе в рамках различных наших программ. Если можно, маленький комментарий хотя бы добавить по поводу обсуждения реставрации с графита. Очень здорово, что у присутствующих есть мнение. Просто все-таки хотелось бы, может быть, мне кажется, это отдельное мероприятие уже, обсуждение именно специфики реставрации монументального искусства. Поскольку понятно, что сейчас идет общественное обсуждение, но все-таки здесь нужно чуть-чуть больше, наверное, экспертизы, и уже отдельно этот вопрос обсуждать именно детально. Это вот такой просто взгляд со стороны. Поскольку сейчас в целом был презентован проект, насколько я понимаю, в целом, что происходит. Но я думаю, что вот отдельно бы не помешало бы просто хотя бы небольшой, может быть, группой уже собрать небольшой круг по обсуждению вопросов реставрации графита, потому что вопрос очень специфический, да, и учитывая вот его ценность как наследие, вот хотелось бы просто вот такой комментарий делать. Хотел бы напомнить, извините, о презумпции невиновности. Мы находимся в том редком случае авторства, когда автор просто блестяще сработавший, продумавший все тончайшие нюансы, и вот картинка, когда фойе на очень смягчированном фоне следов вот этого графита стоит скульптура Луизы Буржуа – это самая потрясающая картинка. Вспомните ее, и это действительно проект просто потрясающий. Ничего лучшего мы придумать не можем. Поэтому подумайте, опять-таки, о презумпции невиновности автора. Автор здесь абсолютно прав на 200%. И поэтому разговоры, разговоры о каких-то там реставрациях такого цвета, этого цвета, это делается по отношению к абсолютным шедеврам. Я еще раз повторяю. Замечательный художник Сидоркин, замечательный художник-график, никакой не монументалист. Это тоже не забывайте. Поэтому автор вот этой реконструкции всего этого объекта, он, может быть, даже и не знал, кто такой Сидоркин так близко, но он точно подошел. А можно не как специалист, а как тоже горожанка. Да, конечно, меня удивил очень молодой человек, который первый вот с микрофоном. Извините, я не запомнила. Ну, так вот по возрасту вроде седой. И как будто бы он должен... Ну, меня удивило, как можно в 18-м году случайно обнаружить это, если мы в 80-х, 90-х годах, когда это все распродавалось, просто общественность не услышали, волновались и знали, что здесь Сидоркин, и знали, что его затирают, и знали, что его забивают. Ну, просто общественность никто не слушал. Ну, это по цветам и прочее, это, наверное, специалисты. Да, а вот с вами я хотела бы согласиться в том, что Целинный и Целиноград никому не нравился. Можно же называть, допустим, этот центр современного искусства Сидоркина, например. А по поводу вот того, оставлять это или не оставлять, наверное, это все специалисты, но вот это вот, мне вот подсказало, может быть, оставить как памятник варварству вот это вот, то, что они сделали в нулевые годы. Отвечу на вопрос, можно я сразу? Ну, прокомментирую, да, вот по поводу того, что знали или не знали. И те, которые сделали здесь в 90-е реконструкцию, и вот мы ходили, потом смотрели. Ну, честно, я хотела вообще в суд подать, потому что если бы можно было бы найти этих людей, потому что они буквально уничтожили. Я архитектор с 30-летним стажем. Я первый раз в жизни видела такие нарушения. Ну, во-первых, почему никто не знал, если Сидоркин, потому что они сюда вбили конструкции огромные и закрыли это все еще гипсокартоном. Поэтому было непонятно. Казалось, что они разрушили стену, полностью уничтожили, первое. Второе, они на крышу поставили огромные колеры. Я первый раз в жизни видела, когда бетонная плита выгнута, ну, вот как бумага, она выгнулась вот так вот. Это, ну, настолько пугающе. И много чего они тут наделали, не говоря, что они там в подвале сделали вот такие комнатушки, два на два, метр на метр, ну, что по пожарным нормам было совершенно опасно. Закрыли все аварийные входы и выходы, ну, то есть переместили фасад на два метра. Ну, то есть сделано было столько нарушений, что на самом деле было... То есть и то, как сейчас автор подошел, это действительно очень корректная, хорошая работа. Вот. И то, что вот Света сказала, я вот абсолютно разделяю то, что они на фасад вынесли вот эти кусочки. Мы считали, что почему потерянная часть фасада, ну, в смысле, часть панно, потому что вот то, что они там вытаскивали, было непонятно. Вот. И это действительно не работало с тем фасадом. И не было изначально такой темы. Вот. И то, что Ася это переиграл как навигационный момент, это очень большая ирония и такой просто хороший момент. Нет, Нарья, надо было мне начать с того, что я страшно благодарна, что вы вообще, во-первых, это все обсуждаете. Во-вторых, вы услышали всех, кто не был услышан в свое время. Нет. К вам вообще огромная благодарность. Спасибо. Спасибо. Ну, а по поводу просто, пока кто-то готовится с вопросом, просто Евгению Сидоркину я по работе совершенно случайно искала объект, который находится на улице Сидоркин. Вот вы по Тугису посмотрите, ну, это же окраина города, это просто какие-то дома страшные, улица страшная. Причем, когда я искала этот объект, улица Сидоркина находится между улицами Мусоргского и еще какого-то очень известного человека. Поэтому, почему бы имя не дать? Мне кажется, это отдельное тоже обсуждение про деколонизацию. Я думаю, Целинный тоже возьмет на себя эту роль. Да, я бы, конечно, тоже могла бы прокомментировать от нас. Дело в том, что мы, конечно, прекрасно понимаем, что значит Целинный и что значит Целина, какое значение этот проект имел и имеет сейчас для Казахстана современного с точки зрения эрозии наших почт, нарушения наших всех водных потоков, ресурсов. Как бы и другие аспекты здесь тоже затрагиваются. Мы как бы абсолютно точно понимаем, что такое Целинный. Во-вторых, я бы хотела сказать, что с нашей стороны есть два аспекта. Есть Целина как проект и есть Целинный как пространство в городе Алматы, место досуга. И третье — это то, с чем работаем мы сейчас. То есть, по сути, наверное, для нас было бы каким-то эскапизмом переназвать это пространство по-новому и сказать, что мы не несём ответственность за прошлое, мы не знаем это прошлое, и мы работаем с чистого листа. К счастью, наша программа построена на вот этом диалоге, что мы взаимодействуем с прошлым с критической точки зрения. То есть, мы находимся в точке переосмысления нашего прошлого с точки зрения нашего настоящего, наших возможностей, доступа к новым идеям и интерпретациям нашей истории. И я думаю, что я бы хотела сказать, что с нашей стороны мы полностью отдаём себе отчёт в том, что это такое, это не какое-то легкомыслие или это незнание. Более того, у нас есть сейчас исследовательские проекты, которые как раз-таки разгрывают тему экологической катастрофы, которая была связана непосредственно с этим проектом. Поэтому здесь, наверное, очень важно говорить про то, что уже было сказано неоднократно, что мы создаём такую магистраль во времени. То есть, мы осмысляем прошлое, мы его не отрицаем. И более того, нам бы хотелось представить какую-то свою точку зрения относительно этого. И поэтому мы приглашаем делать это не только нас самих, но и всех вас коллективно осмыслять это и работать над тем, чтобы наше будущее было осознанным. И с учётом того, что у нас есть уроки, как-то так. Можно? Я бы хотела тоже, как художник, сказать своё мнение. Во-первых, спасибо Целиному, что сохранили это саграфито. Я сама художник и очень люблю монументальное искусство. И мне оно очень интересно именно по технике. Звучал вопрос по поводу света. Мне кажется, саграфито — это самая главная техника, барельефность. Конечно, свет очень тоже важную роль играет. Но мне, как молодому художнику, которому интересно исследовать техническую часть, для меня это очень важный объект. Поэтому я бы поддержала здесь автора и мнение архитекторов. Потому что вообще свет, он лишний в интерьере. А если это выставочный зал, то, мне кажется, он вообще как бы тут ненужный. Поэтому решение автора — это самое замечательное. Он сохранил технику и придал такое вот... То, что он сказал в концепции, мне кажется, очень подходит и по концепции центра. И в целом у нас есть посмотреть на эту технику и исследовать. Поэтому спасибо большое. Можно спросить, есть какие-то законы, правила по реставрации подобных работ? Или это остаётся на волю и решение тех, кто уже там... Ну вот сегодня уже, да, сегодня уже ссылались на венецианскую хартью. По сути, это как бы такой вообще признанный, наверное, свод правил, как нужно обращаться с наследием. Опять же, вот в начале нашей дискуссии мы обозначили, что в целом как бы реконструкция модернизма — это является очень большой проблемой во всём мире. Эта проблема адресована. Можно участвовать в этих дискуссиях. В принципе, можно путешествовать на конференции, которые обсуждают проблемы и методы сохранения архитектуры модернизма и объектов декоративно-прикладного искусства, в том числе и монументального искусства. Мне кажется, что, может быть, кто-то из коллег ещё хочет прокомментировать, но в целом как бы в данном случае мы хотели бы, наверное, использовать вот этот транспарентный метод такого обсуждения для того, чтобы выявить наиболее такие явные, наверное, позиции, как сообщество представляет себе это пространство, потому что это пространство создаётся для всех, да, и, соответственно, услышать голоса экспертов, голос нашего автора. Поэтому, да, это вот такой, наверное, форум сейчас. Я бы хотела прокомментировать вот этот момент по поводу реставрации, да, то есть понятно, что очень многие ссылались на то, как вообще это делать и так далее. Но мне кажется, тут нужно чётко разделять две вещи. Первый вопрос — это вот тоже те методы, которые доступны нам по поводу реставрации с граффити на сегодняшний момент, и учитывая то состояние, в котором находится вообще само панно. То есть там есть определённые технологии, просто к которым можно обратиться. Ну, в целом я уверена, что организаторы это и так делают. Просто я хотела сказать про второй момент. То есть, скорее всего, да, то есть где-то там будет вот это вот пространство, не то что для манёвра, да, где действительно архитектор уже будет принимать то или иное решение, учитывая все доступные методы реставрации. И вот здесь просто нужно понимать, да, то есть очень много мнений прозвучало, какого цвета должен быть шов и так далее. Мнений очень много. Но тут просто хочется сослаться на факт, что у проекта реставрации в любом случае есть ведущий автор, и, наверное, надо ему довериться. И просто хотелось бы пожелать проводить обсуждение действительно чаще и иметь возможность добавить своё мнение туда, где это релевантно, потому что на самом деле это тоже большая боль. Вообще, как проводить общественные обсуждения? Я сама их первый раз, ну, то есть не раз организовывала, и я прекрасно понимаю, что решиться на вообще такой шаг это уже огромный-огромный ресурс и достижение. Просто хотелось бы сказать, что в любом случае уже в принципе понятно, что работы будут проводиться соответствующим образом. Просто хотелось бы, наверное, ещё раз повторюсь, наверное, отдельно по реставрационным работам именно поделиться тем, что происходит. Было бы здорово принять это сведение, понять, что вообще происходит. Потому что действительно очень много спекуляций в городе и в общественных кругах идёт на тему того, что происходит с граффитом. Очень много там слухов идёт, очень много таких волнообразных именно моментов, очень эмоциональных, и очень важно понимать, что действительно, раз этим кто-то занимается, то есть у проекта есть автор, то, соответственно, если уж мы договорились как-то проводить какие-то обсуждения и так далее, будет здорово, просто если какие-то моменты будут известны, в частности, по поводу реставрации. А так это отдельная большая работа, которую мне за одно вот такое обсуждение, но точно не решить. Потому что мы тоже сейчас присутствуем в таких обсуждениях. Это действительно экспертная работа, которая требует отдельного времени и отдельного места. Спасибо. Да. Отлично. Спасибо всем большое. Если кто-то ещё хочет что-то сказать или задать вопрос, пожалуйста, давайте раунд. Да, вот ещё есть. Немного. Я хотела поблагодарить за мероприятие. Я впервые на общественном слушании. Это невероятное ощущение, чувствовать себя частью того, что происходит в моём родном городе, и иметь какую-то возможность повлиять или хотя бы услышать. Во-первых, спасибо вам большое за диалог, что вы нам рассказываете, нам, горожанам, о том, что происходит, как, почему. Поэтому сегодня у меня, когда я, по-моему, уже кто-то озвучивал, когда я увидела впервые с графитом, я подумала, о, это круто, я хочу это вот видеть именно так, как оно есть сейчас. Но в процессе диалога с вами у меня уже поменялось мнение, что действительно как прекрасно изменить цвет, сделать его более нейтральным для того, чтобы современные художники могли здесь выставляться. И это похоже на такой архитектурный диалог со мной, как с жителем города. И я считаю великолепно оставить название Целлины. Это, возможно, это поменяется, но мне кажется, что это классный диалог. Потому что я могу, слыша это название, могу с кем-то завести диалог. А почему Целлины? А как это было в истории? А как сейчас мы это видим? Спасибо вам большое за это. Спасибо большое, Ром. Всем здравствуйте. Мне хотелось бы обратиться не к нашим спикерам, а больше к журналистам. Я знаю, что здесь присутствуют представители самых разных изданий. Почему это важно? Потому что правильно заметили, что под многими новостями Оскара Фита, Целлином мы постоянно встречаем негативные комментарии. Люди у нас уже отчаялись. Они не верят, что все, что связано с архитектурой, с историей будет сохранено. И мне хотелось бы, чтобы наши представители СМИ немножко, может быть, сделали какие-то материалы о том, что Целлина задает прецедент, что он подключает общественность, что он стремится сохранить все это, что он предлагает гигантские и титанические усилия для того, чтобы сделать это тактично, обратно, как-то вот, не знаю, с умом, что архитектор просто, не знаю, закапывается в эту работу, чтобы нам здесь как-то это все передать, сохранить. И мне хотелось бы, чтобы это было освещено правильно, и чтобы люди чуть-чуть, не знаю, расслабились, поняли, что не все так плохо, что есть инициативы классные, есть общественность, и мы все вместе над этим работаем. Спасибо большое. Спасибо. Ну, если уже все большинство, кто хотел задать вопросы и высказались, я бы хотела, наверное, поблагодарить всех за участие. Сегодня у нас было две большие экскурсии с прессой, с гостями. У нас была интересная презентация Асифа. Мы выслушали спикеров, выслушали друг друга. Мне кажется, что я бы хотела резюмировать, что диалог мы продолжаем, на этом диалог не завершается, он продолжается, мы находимся в постоянном взаимодействии. Также я хотела бы сказать, что я полностью согласна с тем, что так как автором реконструкции является Асиф, мы должны слышать его и чувствовать его, и понимать, что он понимает целостно, всецело этот проект. И в нашем случае, конечно, это очень важно уметь доверять, и это такое утраченное чувство, особенно в 21 веке, когда мы все находимся в эпоху повышенного контроля и беспокойства над потерей этого контроля. Но в целом я бы хотела отметить, что для нас очень важно, извините за ветер, для нас очень важно, что вы сюда пришли и сегодня разговаривали, поэтому, по-моему, начинается непогода. Давайте прощаться. Спасибо большое. Асиф, thank you so much. See you soon. Hi. Sorry. See you.